Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня у нас в эфире снова рубрика «Купить или не купить?». Обсудим новинки косметического рынка и мое отношение к ним. Сразу предупреждаю, видео будет чрезвычайно негативное, мне ничего не нравится, ничего не хочется, ничего не интересно, настроение отвратительное, так что ругать я буду абсолютно все. Если вас это по каким-то причинам не устраивает или мое негативное мнение может вас задеть, сейчас самое время выключить это видео, если вы этого не сделали. То пеняйте на себя, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. На самом деле все совсем плохо, всего 10 косметических релизов я отложила, и я уже сказала спойлер, ничего из этого покупать я не буду. И я их отложила как бы не потому, что я очень хотела их поругать, а потому что я понимаю, что, наверное, в другом настроении, возможно, что-то из этого бы меня заинтересовало, но не сегодня. Во-первых, уже вышел на самом деле бронзер от Victoria Beckham, точнее двушка бронзеров от Victoria Beckham. Очень красиво, как всегда, выглядит упаковка, меня привлекает этот бренд. И Victoria один из редких селебрити, одна из редких знаменитостей, чью косметику я хочу купить, хотела бы попробовать и хотела бы купить не только из-за того, как выглядит эта косметика, что она из себя представляет, но и из-за личности самого создателя. Потому что и Spice Girls мне нравились, и Victoria всегда была моей любимой перчинкой, и потому что я считаю, что она очень круто развила свой личный бренд. Из вот такой вот певички, члена поп-группы, переходящей популярность, очень популярной поп-группы, но все-таки популярность их прошла, она сумела развить карьеру, и, конечно же, замужеством своим воспользовалась, и своей предыдущей карьерой воспользовалась. И я считаю, что именно в смысле построения личного бренда можно только снимать шляпу и выказывать ей уважение. Может, нравится или не нравится то, что конкретно она делает со своим брендом, но то, что она из всех перчинок максимально полноценно реализовала тот бэкграунд, который у нее был, тот как бы толчок, тот старт, который у нее был, она максимально полно реализовала, это, я считаю, просто факт. Тем не менее, бронзер ее я покупать не буду, во-первых, ну и на самом деле в самых главных, потому что вообще я чрезвычайно редко пользуюсь бронзерами, я предпочитаю контурирование бронзированию, и с учетом моего супер-холодного подтона, я в большинстве случаев в качестве бронзера использую просто не подошедший мне скульптор, то есть я покупаю скульптор, он оказывается слишком теплым, и тогда я его использую в качестве бронзера. Все, специально покупать такой продукт, как бронзер, я не рискну, потому что боюсь, что он будет на мне слишком теплый, хотя на картинке самый светлый выглядит очень хорошо и прохладно, но это все-таки бронзер, и вообще в принципе таким продуктом, как бронзер, даже вот если это у меня слишком теплый контур, то я им пользуюсь, не знаю, пару месяцев в году всего. Так что этот запуск я пропускаю, но если вас он интересует, то я видела уже у русскоязычных девчонок обзоры в инстаграм, по крайней мере точно на этот продукт, у Леси Купер 100%, я если не забуду, то оставлю ссылочку на ее обзор внизу в описании к видео. Я не слежу за инстаграмом Huda Beauty, но увидела у девчонок, что, судя по всему, у нее была очень долгая и очень мягкая подводка к выпуску новой линейки продуктов. То есть некоторое время назад, опять же, я сама этого не видела, говорю со слов других девочек, кто следит за творчеством Huda, что некоторое время назад она начала высказываться против, по-моему, инстафильтров, против того, что инстаграм дает нереалистичную картинку и против такого чрезмерного загламуривания. Кто бы мог подумать, Huda против чрезмерного загламуривания. Ну и, конечно же, все это вылилось в итоге в запуск новой коллекции, которая называется Glowish, и состоит она, насколько я понимаю, на данный момент из двух продуктов. Тональное средство, которое можно назвать Skin Tint, то, что сейчас дико в тренде, или тональный увлажнитель, Tinted Moisturizer, в общем, в 13, по-моему, оттенках, легкая увлажняющая формула с разблюриванием и сиянием, и, значит, слабым покрытием. Меня, конечно же, не интересует, хоть я и люблю сияющий финиш и легкое покрытие, но я предпочитаю, чтобы при этом был SPF в составе, и поэтому пользуюсь преимущественно азиатскими BB-кремами. И также в эту коллекцию входит пудровый бронзер в пяти оттенках, и не интересует он меня по той же причине, по которой и бронзер от Victoria Beckham, но должна сказать, что я бы все-таки, если бы решила выбирать бронзер, я бы попробовала скорее Victoria Beckham, потому что упаковка у Huda такая дешевенькая. И плюс еще эти бронзеры с мраморным таким, мраморным рисунком, то есть смешанные несколько оттенков, и я вообще не люблю такие продукты, потому что ты никогда не знаешь, что у тебя в итоге получится. У тебя, может, на самом деле, на одной щеке получится один оттенок, на второй щеке получится второй оттенок. Так что уж если бы меня интересовал бронзер, это был бы скорее бронзер от Victoria Beckham, а Huda, извини, ты пролетаешь. Еще одно легкое увлажняющее сияющее тональное средство выпустила Марка Тарт, на этот раз в 32 оттенках, называется Hydroflex Serum Foundation, и я тоже пропускаю по тем же причинам, которые я озвучила раньше, что я предпочитаю, чтобы в моем легком сияющем тональном средстве был SPF, и поэтому предпочитаю азиатов. Плюс с азиатами у меня обычно лучше складывается в смысле цвета. Вот, в принципе, сейчас пюрита Sica Clearing BB Cream, это мой абсолютный фаворит, рассказывала про него в видео с фаворитами за апрель, и люблю, обожаю, не могу просто нарадоваться, даже своего любимого Мишу Чобо Янг отложила в данный момент, потому что пюрита, мне кажется, более легким и более подходящим на каждый день. Миша Чобо Янг хорош тем, что он дико мультифункциональный, я могу его наслоить до такого практически фулл глэм, а могу его смешать с анскрином и разжижить до состояния очень легкого покрытия. С пюрита этот номер не пройдет, это, в принципе, от легкого к среднему, до полного глэм его не наслоить, но зато его не нужно ни с чем смешивать. В общем-то, я не думаю, что это последний запуск подобного тонального средства, они сейчас просто гремят, это супертренд, и после того, как Fenty выпустили свой Skin Tint, я думаю, все остальные компании сейчас ринутся следом. Хотя, скорее всего, уже давно довольно-таки были эти все средства в разработке, но в ближайшие два года, я думаю, фонтан тональных средств с легким покрытием не иссякнет. Довольно редко марка Makeup Geek выпускает что-то новенькое и еще реже что-то действительно необычное, по крайней мере для своего ассортимента, и в данном случае они действительно отличились. Продукт называется Skin Brilliance Elixir, и это многофункциональный эликсир, который может быть использован сам по себе, может быть использован как праймер или подмешан в тональное средство, или можно его наносить как жидкий хайлайтер. По сути, конечно, ничего революционного, это примерно то же самое, что Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, это примерно то же самое, что у Саманты Ревендейл в ее бренде Auric вышло, и еще целая куча подобных продуктов есть на рынке. Что меня удивило, это этот супер яркий розовый цвет, особенно дико он выглядит на темнокожей модели, ну еще и в нерастушеванном виде, хотелось бы как бы видеть, как это в растушеванном виде выглядит, ну я не знаю, может быть в инстаграме марки и есть подобные фотографии, но в любом случае, мне кажется, это выглядит довольно-таки дико и совершенно не универсально. Хотела сказать, что я приветствую подобный тип продукта, но на самом деле у меня нет ни одного вот такого мультифункционального продукта, и даже Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, при том, что я его многократно пробовала в пробниках, извела какое-то уже, не знаю, нечеловеческое количество именно в тестерах, я все еще не могу решиться, нужен он мне или нет. Ну а насчет Makeup Geek, конечно, этот розовый цвет меня ужасает, тем более, что у меня есть опыт с похожим продуктом, только там это маркировано как жидкий хайлайтер, но вот такого же ярко-розового цвета от Daniel Sandler, и у меня с этим продуктом не сложились отношения, поэтому я бы не рискнула брать Makeup Geek, если только не увидела бы обзоры каких-то блогеров с суперсветлым оттенком кожи, похожим на мой, и они бы не кричали, что это лучшее просто что возможно, тем более еще и Makeup Geek ушел с Beauty Bay, их сейчас так легко не купишь, я не помню, есть ли доставка с их официального сайта в Латвию, но если она и есть, то она довольно-таки дорогая, или же ее нет и нужно покупать через посредника, тогда вообще меня это не интересует. Глаз мой зацепился за один единственный уходовый релиз, это тонер от Good Molecules, просто потому что я очень хорошо отношусь к этой марке, несмотря на то, что судя по всему меня все-таки выкинули из их списка пиар-рассылки, но все равно мой опыт с этой маркой был очень хороший, я внимательно слежу за их релизами, но конечно же тонер, эксфолирующий с гликолевой кислотой, на лето меня не интересует от слова совсем, да собственно и на зиму он бы меня не интересовал, кислотами я практически не пользуюсь, потому что моя кожа в них особо не нуждается, с текстурой у меня нет проблем, зимой за моими порами ухаживает ретинол, а летом раз в неделю маска. Глиняная с кислотами Glam Glow решает все мои проблемы, поэтому эксфолирующий тонер в моей рутине абсолютно не нужное средство, и я его пропускаю. Но если у вас проблемы с порами, с закрытыми комедонами, с текстурой на коже, то вполне возможно это средство как раз для вас. Сама по себе марка Good Molecules мне очень нравится, у них недорогие и эффективные средства. Кстати, если есть интерес, то у меня был большой обзор по всплывающей подсказке, можете посмотреть обзор на все, что я попробовала от этой марки. С тех пор я попробовала еще пару средств, они были также хороши, в принципе, очень я позитивно отношусь к марке Good Molecules. Ну тогда давайте еще про одну марку, к которой я очень позитивно отношусь. К Leona Cosmetics выпускают первую, насколько я понимаю, свою коллаборацию, и это будет палетка теней. И я думаю, что хайлайтеров тоже, потому что обратите внимание на два вот этих длинненьких рефила. Я подозреваю, что это будут какие-то дуахромовые и мультихромовые хайлайтеры. И это коллаборация с Эмили Виолетт Мари. Она известна в бьюти-сообществе среди тех, кто увлекается однушками, тем, что она создает всякие интересные палетки из своих однушек, придумывает, как могла бы выглядеть ее там идеальная палетка. И Клеона Косметикс пишет, что когда они увидели ее идею для палетки с Клеона, то они решили, что это должно быть воплощено. Я очень хорошо отношусь к Клеона, несмотря на необходимость подолгу ждать заказы с их сайта. Я дважды делала заказ мультихромов, и у меня достаточно большой, 16, по-моему, штук или что-то такое. Но палетку я, конечно же, брать не буду, потому что если у бренда есть однушки, то я всегда предпочту однушки палеткам. И в данном случае мне, конечно, очень интересно посмотреть, что же будет в этой палетке, что они там такого классного придумали. Но покупать я ее, ну, 99%, что не буду, чтобы они не намутили там внутри. Потому что, чтобы они не намутили, скорее всего, часть из этого у меня в коллекции уже есть. Вот на самом деле идеальный для меня бренд теней, как мне кажется, это Литл Косметикс. Потому что они и делают палетки готовые, уже с готовой какой-то цветовой историей, и в то же время у них продаются однушки, и можно скомплектовать палетку самому. И из этих палеток, которые они делают готовыми, однушки тоже, рефилы тоже достаются, и можно их использовать как однушки, можно менять как угодно. И они выпустили три цветовые истории, одна в розово-фиолетовой гамме, одна в желто-бирюзово-зеленой, и одна в такой персиковый, очень такой типичный, как американцы любят, персик и золотистый, и коричневый. Я эти готовые палетки совершенно точно покупать не буду, но вообще-то попробовать тени Литл Косметикс я бы хотела в этом году, именно по тем причинам, которые я изложила, что это вроде как и есть возможность сделать готовые палетки, есть возможность скомпоновать свои палетки, есть возможность использовать как однушки. В общем, на мой взгляд, очень удачная концепция, по крайней мере, вот для меня, для моего подхода к макияжу, я это вижу как очень удачную концепцию, и не понимаю, если честно, почему я до сих пор не взялась изучать этот бренд, тем более, что они находятся в Европе, мне не нужно доплатить с них растаможку, в общем, я не знаю, что я торможу, надо заняться. Ну, сейчас я говорю, сейчас у меня просто плохое настроение, нет вдохновения, и вообще ничего не хочется покупать. От слова совсем. Urban Decay показали, как будет выглядеть коллекция, точнее, коллаборация с принцем, в нее будет входить две палетки теней, подводка, жидкий хайлайтер, пудра, мультифункциональная кисть, и, похоже, все, или это... А, еще можно будет это все купить в одном наборе. Меня, конечно, интересовали только палетки, и палетки вообще мне не понравились от слова совсем, что-то как-то... Как-то очень скучно, если честно. Я ожидала от коллаборации с принцем чего-то более эффектного, тем более, они ее тизери, так что это вау, это вау, это будет... Ну, не знаю, совершенно мне не нравится цветовая схема этих палеток, и принц это не та коллаборация, которую бы я купила чисто за персону. Я, наверное, ни с кем коллаборацию не купила бы чисто только за персону, если бы мне не нравился макияж. Но принц и не настолько для меня значительная фигура, чтобы меня это интересовало именно с точки зрения вот какой-то интеллектуальной собственности. А сама по себе косметика меня совершенно не впечатляет. Уэйн Госс выпустил новые кисти для макияжа. Некоторое время назад я была заинтересована в том, чтобы попробовать парочку его синтетических кистей, но как-то все время чего-то не было в наличии, и так я, честно говоря, изобила на это дело. С тех пор я попробовала кисти от Соня Джи, и не знаю, девчонки, у кого есть и Соня Джи, и Уэйн Госс, говорят, что Соня Джи все-таки выигрывает. Но, возможно, когда-нибудь я и попробую что-то из натуральных кистей Уэйна Госса, то, что меня интересует по форме, но это совершенно точно не будет этот запуск, потому что у них какие-то дурацкие петельки, резиночки на, как это сказать, на конце, на втором конце. Ну, короче, вы видите сейчас на фотографии, я не совсем понимаю, какой функционал у этой петельки, но я совершенно точно знаю, что я храню кисти с таймя в стакане, и мне эта петелька будет только мешать, она будет заминаться, она будет грязниться, и никакого резона в моей жизни от нее нет. Если вы знаете, что подразумевается, для чего подразумевается использовать эту петельку, напишите, конечно же, в комментариях, мне будет очень интересно. Я, правда, не смотрела видео Уэйна, может быть, он там в нем рассказывал, но не знаю. В общем, короче, я этот релиз совершенно точно пропускаю, если я и буду пробовать кисти этой марки, то это будут кисти из обычной его коллекции, с обычной ручкой, без вот этой вот фитюльки. И что у нас осталось последнее? Марка LH Cosmetics, это бренд Линды Халберг, они несколько раз поменяли уже название, они, по-моему, сначала были LH Cosmetics, потом они переименовались в Линда Халберг Cosmetics, и теперь они переименовались обратно в LH Cosmetics. Не знаю, кто там отвечает за маркетинг и что у него на уме, но они выпускают матирующую пудру и, ну, вернее, блотинг-паудер, то есть пудру, которой устранять жирный блеск в течение дня, ну, наверное, матирующая пудра. Короче, для меня это совершенно мимо, я не пользуюсь матирующей пудрой, я вообще пудрой пользуюсь только, в принципе, для видео, и иногда в течение длинного дня я с собой ношу пудреницу, иногда, если у меня очень длинный день, то я иногда припудриваю какие-то части своего лица, но не с целью их заматировать, а скорее с целью подправить покрытие тонального крема, немножко заблюрить поры, немножко выровнять, как бы, скорее даже тон лица, чем именно поры или убрать жирный блеск. Так что для меня такая пудра совершенно не представляет никакого интереса, и, соответственно, этот выпуск тоже я пропускаю. Если вам было интересно, чем я накрашена, то форму матовыми я устраивала при помощи палетки от Hindash, очень у меня прям постоянно тянется к ней рука, но я как бы вроде как ее и тестирую, но вроде как и даже если я ее не тестировала, мне все равно дико нравится ей пользоваться. И на центре века у меня три оттенка из вот этой пятерки от Наташа Денона. Это палетка номер восемь, и я использовала вот эти два крайних оттенка сияшки. Этот ближе к внутреннему уголку, этот на центре века, и вот эту коричневую сияшку я использовала ближе, как бы, к наружнему уголку, но если честно, они все практически смешались. И на губах у меня два продукта. Во-первых, карандаш от Charlotte Tilbury в оттенке Bad Romance. Посмотрите, что с ним случилось. Он, по-моему, решил, что он от марки Byreda. Как вот это вот произошло? Как мог карандаш, который стоял просто с таймя у меня в органайзере, стать вот таким вот погнутым? Я не знаю, я в шоке. Пока это никак не сказалось на его качестве, но я не знаю, что будет, когда я его использую, если я его использую до вот этой вот части, но в любом случае это что-то очень-очень странное. Как это случилось, я не знаю. И на губах у меня помада от Pat McGrath в оттенке Exotica. На этом на сегодня все. Надеюсь, не очень сильно я вас расстроила своим негативизмом. Если не расстроила и вам понравилось, то не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие мои видео. И если сейчас хотите посмотреть что-нибудь позитивненькое, то YouTube вам предложит на выбор два других моих видео с другим настроением. А мы с вами скоро увидимся. Пока!